Виктор завихренности Ротору кидродинамической скорости v И обнаружили, что этот вектор удовлетворяет уравнению в мороженности Которое выглядит таким образом ДВПДТ частная производная равен ротору v На эту завихренность И смысл этого уравнения такой Что если линия касательная к вектору завихренности То есть линия вот этого самого завихренности Проходит через какие-то капли идеальной жидкости Эти капли смещаются за время дельта Т в новое положение И оказывается, что вот этот закон в мороженности Утверждает, что новая линия завихренности через время дельта Т Будет проходить через те же самые капли жидкости В этом заключается смысл названия в мороженности И раз завихренность удовлетворяет такому свойству Это будет означать, что если мы описываем движение жидкости Как движение совокупности вихрей То есть вот таких локализованных вихарьков длинных Напомню, что такое вихарек длинный Если у нас имеется линия завихренности То в силу от этого определения Это означает, что вокруг нее жидкость вращается И вот одно из представлений произвольного течения Несжимаемой жидкости Это течение жидкости в поле совокупности Вот таких дискретных тонких вихарьков Поэтому, собственно, для математического моделирования Такого завихренного течения Собственно, вот эта модель тонких вихрей нужна То есть мы представляем полное движение жидкости В виде движения совокупности вот таких вихарьков Ну так вот, значит, уравнение в мороженности утверждает Что эти вихарьки являются долгоживущими образованиями То есть вот если он такой был То движение жидкости сводится к тому Что она как-то там вокруг него крутится Но сам вихарек смещается с течением времени Оставаясь цельным То есть вот эта вот вихревая линия Она не разрывается Ничего с ней не происходит Она просто смещается Оставаясь в тех же самых капельках жидкости В которых она была вначале Ну и из-за того, что вот это вот W Это ротор некоторого другого вектора Это соотношение похоже на соотношение в электродинамике B равняется ротор А Ну и как вы знаете, следствием вот этого свойства Что B равняется ротор А Является то, что магнитные силовые линии Нигде не заканчиваются и не начинаются То есть они все замкнуты И отсутствуют магнитные заряды Вот то же самое можно сказать про завихренность Поэтому вот эти тонкие вихри У них на конце их могут обладать Только два сорта судьбы у них может быть Они могут либо оканчиваться на какой-то поверхности Это может быть свободная поверхность жидкости Или же граница системы Ну или второй вариант Они могут быть замкнуты Тогда можно говорить о кольцевых вихрях Так, значит, для того, чтобы примерно понять Как движутся такого рода тонкие вихри Рассмотрим А, ну да Вот еще с прошлой лекции Кое-что забыл сказать Значит, зависимость Вот как зависит вот эта вот скорость Вокруг локализованной вихревой линии В зависимости от радиуса То есть если мы берем Какой-то малый кусочек Жидкости в этом кусочке Вихри можно считать приближенно прямым Если мы берем Значит, прямой вихрь Снаружи от него В Завихренность равна нулю Значит, это при Р больше нуля Вот И в этом случае Значит, В пропорционально Единица на Р В фитое, да, как я говорил Оно вот Вращается таким образом Значит, почему Если мы берем Интеграл В фитое Множить На ДЛ Вдоль любого замкнутого контура Если этот контур Является Окружностью Радиуса Р То вычисляется очень легко То есть На самом деле Я должен брать вот так, да По контуру ВДЛ Значит, по окружности Для прямого вихря Это будет В фитое Умножить На Р На Дфи Будет равняться 2Пи Р На Вфи Значит, напоминаю Что вот такой интеграл ВДЛ Мы обозначали Буквы Гамма И говорили Что это циркуляция Скорости Вокруг По заданному Контуру Если Вфи Это величина Пропорциональная Единица на Р Значит, Р сокращается И отсюда можно заключить Что Вфи-то Это просто Гамма Делить на 2Пи Р То есть Поле скоростей Вокруг прямого вихря Задается вот такой Величиной Значит Где Гамма Это циркуляция скорости То есть Фактически Это амплитуда Данного вихря То есть Вихревая линия Может Содержать Разное количество Завихренности Это количество Завихренности Измеряется Величиной Циркуляции Скорости А само поле скоростей Выглядит вот так Но это для Одного Уединенного Прямого вихря Задача Это не очень Интересная Но вот мы уже Фактически Ее решили Сказали Что если у нас Есть один Уединенный Прямой вихрь То его циркуляция Полностью определяет Поле скоростей Вокруг него И решение Это является Стационарным Почему? Вот по этому Уравнению Значит Смотрите W у нас Направлено По Z Вверх Это направлено По FI Значит Ротор Этого результата Будет равен Нулю И W Это кажется Константой То есть Вот этот Такой прямой вихрь Будет стоять На месте Ничего с ним Происходить не будет А снаружи Там вообще W равно нулю И по этой причине Значит Уравнение Тождественно Выполняется Значит Немножко Усложним Задачу Предположим Что Такой вихрь Не один А их два В параллельных И направленных В одну сторону С одинаковой Гамма А расстояние Между ними А Можно ли Предсказать Как они Будут двигаться И будут ли Они вообще Двигаться Значит Снова Смотрим На уравнение В мороженности Снаружи От каждого Вихря W Равно нулю Значит W Поскольку Скорость Аддитивна Значит W Тоже будет Аддитивна Завихренность Снаружи От этих Вихревых Линий Равна нулю По прежнему Значит Уравнение В мороженности Идентично Удовлетворяется При любом Положении Этих двух Вихревых Линий А вот А вот Уже На самих Этих Вихревых Линиях W Нулю Не равно Завихренность Не равна И поэтому Никто не сказал Что Значит Они будут Стоять на месте Вот В отличие Вот от этого Случая Потому что Тут Ну Скорость Фактически Вокруг Крутилась А капли Жидкости Которые Были Здесь С ними Ничего Не происходило Поэтому Он и стоял На месте А теперь У нас Уравнение В мороженности Говорит Что вот Эти вот Капли Через которые Проходит Первый Вихрь Номер Один Он через Них И будет Проходить Однако Эти капли В поле Скоростей Вихря Номер Два Будут Двигаться Если Мы посмотрим На эту Ситуацию Сверху Вот Один Вихрь Вот Второй Расстояние Между Ними А И они Одного Знака Значит Вращается Скорость Вот Так Вокруг Это Что Означает Что Вихрь Номер Два Создает В том Месте Где Находится Вихрь Номер Один Скорость В Один Которая Равняется Гамма Делить На 2 Пи А И направлена Она Вот сюда Правильно А Вихрь Номер Один Создает В том Месте Где Находится Вихрь Номер Два Тоже Скорость Но Направленную Вверх И равную Тоже В два Тоже Равняется Гамма Поделить На 2 Пи Но Направлена Вверх Понятно То есть Мгновенной Скорости Мы Нашли Вот Это Будет В1 Это Будет В2 То есть Смотрите Что Происходит Значит Скорость Каждой Капли Жидкости Легко Вычисляется Как Сумму Скоростей Создаваемой Каждым Из Вихрей Однако Сами Вихри На месте Не Стоят И Мы Знаем Мгновенное Значение Скорости Значит Если У нас Мгновенное Значение Скоростей Двух Точек Значит Противоположно Направлены И Перпендикулярны К Отрезку Соединяющему Эти Точки Это Означает Что Они Будут Вращаться По Окружности Правильно То есть Можно Предсказать Что Будет Окружность Радиуса А Прошу Прощения А Пополам И Эти Самые Вихри Будут Вот Так Вращаться Но Если Это Линейная Скорость Вот То Значит Угловая Скорость Омега Будет Равняться Гамма Поделить На 2ПА И Умножить На А Пополам Сейчас Неправильно Делить На А Поделить На Радиус Будет Равняться Гамма На Пи А Квадрат Понятно Да Значит Если еще Немножко Усложнить Эту Задачу И Спросить Себя А что Будет Если Тут Жидкость Не совсем Идеальная А есть Маленькая Вязкость Значит Если Имеется Малая Вязкость То Система Должна Поглощать Энергию Превращать Эту энергию В тепло Вот Ну и Коль скоро Эти два Вихря Значит Вращаются Друг Вокруг Друг Они Как бы Притягиваются Соответственно Вот эта Сила Их Притягивающая Будет Совершать Работу Но В результате Значит Это Окружность Постепенно Будет Стягиваться В точку И Вихри Будут Слипаться Ну Это Один Эффект Второй Эффект Который Я упоминал На Прошлом На Прошлые Лекции Это То Что Конечно Вихри Не будут Оставаться Точечными Каждый Из них Будет Увеличиваться В размере Ну Ладно Это Значит Тоже Эту Задачу Мы Тоже Примерно На Качественном Уровне Решили А Теперь Рассмотрим Еще Один Простой Случай Когда У нас Тоже Два Параллельных Тонких Вихря Но С Противоположными Значениями Завихренности Или Циркуляции Нарисуем Такую же Картинку Как здесь Вид сверху Соответственно Один Будет Вращаться Сюда Второй Будет Вращаться В другую Сторону Соответственно В1 И В2 Будут Иметь Ту же Самую Величину Но Будет Направлены В одну И ту же Сторону В отличие От того Варианта Это Означает Что Такая Пара Вихрей Просто Будет Двигаться Параллельно Оставаясь Параллельными На фиксированном Расстоянии А Значит Опять же Делая Такое же Предположение О наличии Малой Вязкости Можно Представить Себе Что Будет С течением Времени Значит Вот Если Эти Два Вихря Были В начальный Момент На каком-то Расстоянии То есть С течением Времени Они будут Расстояние 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 Этого Расстояние 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 Образ Время Времени Расстояние 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 Ладно, так, значит, наконец, еще одна простая задача, это задача о движении вихря вдоль стенки. Предположим, что у нас есть гладкая идеальная стенка, здесь имеется вихрь, который в отсутствии стенки создавал вот такое вот течение. Спрашивается, как найти взаимодействие этого вихря со стенкой. Ну, на этот случай имеются известные вам законы отражения. И для того, чтобы понять, какой там воображаемый вихрь надо поместить за стенкой, надо понять, какие граничные условия выполняются на стенке. А на стенке выполняется граничное условие, что V нормальная равняется нулю. Это означает, что скорость, которая вот должна была бы протекать, жидкость от одного вихря протекала бы сквозь стенку. Значит, второй вихрь надо сделать таким, чтобы скорость от него, вот эту вот нормальную компоненту скорости на стенке компенсировала. То есть этот вихрь должен вращаться вот таким образом, навстречу. Ну, а следовательно, задача сводится к предыдущей. Значит, вихрь будет двигаться вдоль стенки со скоростью гамма поделить на 2π умножить на 2а. Почему 2а? Потому что расстояние тут 2а, да? До следующего вихря. Это прямые вихри. Значит, прямые вихри встречаются, но не очень часто. Значит, чаще встречаются вот такие вот замкнутые. Ну, многие из вас ходили на младших курсах на демонстрационные лекции, где вам показывали вихревую пушку. Которая представляет из себя бочку или ведро с круглой прорезью с одного конца и мембраной с другого. Значит, если сюда ударить чем-то, то воздух начинает вытекать сквозь эту дырку. При этом образуется течение вот такого типа. То есть образуются кольцы. Вот если мы посмотрим, то это означает, что вот здесь образовался вихрь такой, да? Вот это вот вихревая линия, а вот это соответствующая скорость. Значит, если мы идем вдоль вихревой линии, завихренность должна сохраняться. Потому что ясно, что вектор направлен все время в одну и ту же сторону, да? И циркуляция тоже сохраняется по той же самой причине. Поэтому, значит, если здесь вращается в эту сторону, то здесь с противоположного конца в противоположную сторону, да? И это все одна и та же кругленькая вихревая линия. Давайте попробуем понять, почему, значит, вот этот вихрь в результате начинает двигаться. И куда-то летит. Ну, то есть, почему получается пушка? Сейчас я получше вот это нарисую. Значит, это вот почти плоская эта самая штука. Вот смотрите, значит, из той картинки, которую я нарисовал, следует... Так, вот эту нижнюю я нарисовал не в правильную сторону. Вот сюда должно идти, да? Вот сюда. Ну, вот так вот оно, да? Чтобы была. Следует, что вот эта часть вихря создает с поля скоростей такое, чтобы вот эта часть вихря двигалась вперед. Правильно? Ну, и противоположное тоже верно. То есть, каждая часть круглого вихря, вот теперь плашмя я нарисую. Каждый кусочек создает вот в этом месте такую скорость, чтобы вихрь двигался вперед. Ну, и из-за того, что все симметрично, то, естественно, и все кольцо начинает двигаться направленно. Понятно, да? Вот. То есть, вот такой вихрь получает скорость У и начинает распространяться. Он не просто стоит на месте, а отрывается от этой бочки и куда-то бежит. Естественно, что мы можем сказать про скорость этого движения? Вот на основании тех же самых формул мы можем сказать, что вот эта скорость У будет пропорциональна завихренности, ну, циркуляции, которую мы создали, и обратно пропорциональна радиусу этого вихря. Ну, значит, чем меньше размер вихря, тем быстрее он бежит при одной и той же циркуляции. Так, значит, следующий вопрос. Бывают курильщики, которые пропускают кольца дымовые. Одно сквозь другое. Значит, на основании такой же модели можно понять, как это получается. Значит, вот есть одно кольцо. Значит, дальше курильщик взял и выдал еще одно такое же кольцо с тем же направлением вращения. Дальше происходит вот что. Кольцо меньшего диаметра, как я сказал, при той же циркуляции догоняет кольцо большего диаметра. Ну, вот оно сюда, допустим, добежало и остановилось тут. Спрашивается, вот теперь уже надо рассматривать все поля скоростей, всех четырех участков. Ну, оказывается, что из-за того, что вот это внутреннее кольцо относительно вот этих кусочков находится внутри, поле скоростей большого вихря проталкивает маленькое сквозь себя. Ускоряет еще больше. Значит, в результате маленькое туда пролетает. После чего поле скоростей большого вихря начинает его растаскивать. И оно становится большим. Почему? Ну, видно, куда направлена скорость, правильно? А маленькое, тем временем, это большое сжимает. Поэтому, теоретически, большое потом может проскочить снова, и они могут начать играть в эту, как называется, там, змейка, березка, детская игра, когда ручеек. Но это только теоретически, потому что таких умельцев, наверное, нет. Ну, а происходит, почему это все не заходит так далеко? Потому что есть, на самом деле, и вязкость. Каждый из этих колец, на самом деле, постепенно теряет свою форму, начинает увеличиваться в размерах, перестает быть тонким. и, значит, разрывается на кусочки, на сути своей. Так, ну ладно, значит, курильщиками и пушками вихревыми дело не ограничивается. В природе вихрей гораздо больше. Вот одно из явлений, которые вы могли наблюдать месяц назад, выглядит примерно так. Значит, если есть ствол дерева или столб какой-то телеграфный, значит, уровень снега, это земля. И на этот столб дует ветер. Значит, ветер вблизи поверхности земли устроен таким образом, что чем ближе к земле, тем меньше скорость, потому что, значит, есть вязкость, да, и непосредственно на поверхности земли воздух, значит, движется очень медленно. А чем выше, тем быстрее. Когда такой сдвиговый поток набегает на ствол дерева или на столб, происходит следующее. Вот это вот капли этого жидкости или воздуха. Воздух, который выше, отражается от столба и загибается вниз его течение. Понятные причины, потому что тут скорость меньше, да, и кинетической энергии вот этого газа меньше, поэтому образуется вот такой вихрь. Значит, если мы посмотрим на эту картину сверху, значит, вот это вот дерево, вот отсюда дует ветер, естественно, он его будет обтекать еще и вот так, да, но при этом завихревается вниз. Это означает, что на самом деле образуется вот такой вот вихревой поток, и это вихревая, вихрик, сидящий вокруг дерева, он может быть стационарный, там от него могут какие-то клочки сзади отрываться, но суть примерно такая, что здесь он, значит, копает яму в результате вот такого вот поведения, в результате, значит, образуется линия уровня снега, становится какой-то вот такой. Значит, сзади он тоже вырывает, хотя меньше. Почему меньше? Значит, вот из-за того, что это одна и та же вихревая линия, значит, если он с этой стороны вот сюда копал, то с этой стороны он тоже будет копать вот так вот будет направлен, да. Вот так вот, это вот вихревая линия. Но на самом деле сзади, за деревом он дальше расположен, поэтому он тут копает слабее, но все равно, значит, значит, вдоль дерева воздух идет вниз, выкапывает ямку, и в результате, когда ветреные дни, значит, образуются вокруг деревьев в лесу, вокруг столбов, такие ямки, которые некоторые ошибочно интерпретируют, как, значит, что солнце нагревает, и там протаивает. Ну, солнце нагревает, протаивает, это тоже есть такой эффект, но он гораздо более слабый, чем вот это вот вихревое выкапывание снега. Значит, еще один пример вихрей, значит, это вихре, образующиеся вокруг самолетов. Значит, если бы не было вихрей, самолеты бы не могли летать. Значит, более детально этот вопрос мы будем рассматривать в разделе про теорию Мужиковского и подъемную силу, а сейчас я просто примерно нарисую, как это выглядит. Ну, предположим, что есть самолет какой-то, у него крылья. Значит, вокруг этих крыльев образуется, вот, набегающий поток разделяется. И вот с одной стороны дует сильнее, чем с другой, да. Конкретно скорость сверху больше, скорость снизу меньше. То есть, этот, эффективно этот вихрь вот так вот устроен. Значит, если он в обратную сторону, то подъемной силы не будет, подъемной силы не будет, и самолет будет падать. Значит, на крыльях самолета одеты вихри, которые, собственно, его и держат в воздухе. Вот. Поддерживаются эти вихри набегающим потоком и профилем этого крыла. Значит, если крылья будут короткие, то вихрь будет соскакивать, и самолет будет лететь плохо. Поэтому, значит, самые самолеты, которые больше всего пекутся о подъемной силе, это планеры, да. Им не надо быстро лететь, им надо просто максимально использовать все, что есть. Значит, у них длинные крылья довольно тонкие, так что с них вот этот вихрь соскочить не может. Значит, если посмотреть на птиц, каких-нибудь орлов, у них на концах крыльев там растопыренные перья, которыми они тоже стараются удержать вихрь на крыле, чтобы он не соскакивал и таким образом держат, значит, себя в воздухе. Вот. Значит, на современных самолетах тоже там стали ставить какие-то на кончиках крыльев маленькие закрылки, которые держат вихрь. Вот. Но это все относится к таким дозвуковым самолетам, потому что ясно, что со сверхзвуковыми там все немножко сложнее, и гораздо большую роль играет сопротивление, поэтому там закрылок ставить смысла нет лишнего. Вот. Ну ладно, но мы говорили, что ну вот здесь есть вихрь, да, мы говорили, что вихревые линии не должны нигде заканчиваться. Значит, на этом крыле есть вихревая линия, причем она непрерывная, да, то есть вот в одну и ту же сторону тут этот вихрь вращается. значит, значит, это вихревая линия мало, трудно себе представить, чтобы она где-то на земле заканчивалась. Вот. Она обязана быть все-таки вот такая. Да. Ну, реально, конечно, там их много, то есть это не тонкий вихрь, а какой-то распределенный, но тем не менее, можно сказать, что вот здесь имеется такой вот кольцевой вихрь большой. Если вы посмотрите на направление вращения, то видно, что за крылом в этом вихре воздух опускается вниз. и вот это тоже все нарисовано таким образом, чтобы воздух опускался вниз. То есть если я посмотрю на самолет сзади, то получается вот этот вот вихрь, слетающий с этих самых скрыльев, он устроен таким образом, что, значит, воздух за самолетом проваливается вниз. Ну и понятно, да? По закону сохранения импульса, если я хочу, чтобы компенсировать силу тяжести, действующую на самолет, я должен воздух каким-то образом отправить вниз. Ну вот, значит, вниз направлена вот эта вот струя вихревая. Вихри, остающиеся сзади за самолетами, очень велики, за пассажирскими, да? Поэтому, значит, были случаи, когда Boeing 747 залетал, а сзади за ним Airbus, и Airbus отломил хвост, просто потому, что он попал в этот вихрь. Слишком близко летел. Вот. Поэтому, ну и, соответственно, вот самые большие воздушные ямы, которые, шатание самолетов, это близко к аэродромам, где много самолетов взлетает, садится, и за каждым из них остается вот такая вот воздушная яма. То есть, если сзади летит маленький самолетик, при приближении, вот попадании вот в эту зону, он провалится вниз. Понятно, да? Так. Ну ладно. Это я рассказал. Значит, еще одним интересным видом вихрей, это вихри на жидкости со свободной поверхностью в поле тяжести. Ну, значит, эти вихри... Ну, вот те, кто смотрел «Пиратов Карибского моря», там очень такой хороший имеется воронка, в которую все корабли засасывает. Реально такие воронки бывают на морях и океанах, которые, ну, вплоть до дна, значит, воронки и засасывают, конечно. Образуется тоже в тех местах, где есть какое-то сдвиговое течение приливное или приливно-отливное, значит, течение, могут такие воронки порождать. Ну, в конце концов, даже если взять чашку с чаем, помешать там чай, тоже какая-то воронка образуется. Значит, в раковине, когда спускается вода, тоже воронки образуются. Это все вихри, значит, относящиеся вот к этому самому классу вихрей в несжимаемой жидкости со свободной поверхностью в поле тяжести. Значит, чем они отличаются от тех, которые были до сих пор? Ну, вот именно тем, что тут имеется какая-то стратификация вертикальная, вызванная, значит, ускорением силы тяжести, да. Если у нас имеется, значит, HZ по вертикали, свободная поверхность жидкости без вращения была какая-то вот такая, то с вращением она может стать какой-то совершенно другой. Рассмотрим вот задачу о таком вихре, и для простоты будем считать, что он оси симметричный, и, соответственно, описывать его в координатах RZ. Идеальная жидкость, динамика идеальной жидкости описывается уравнением Эйлера. ДВПДТ равняется минус градиент P поделить на ρ плюс G. Значит, в этой ситуации, если это стационарный вихрь, который стоит на месте, круглый, вращается, тогда ДВПДТ просто сводится. Это ускорение капельки жидкости, которая вращается вокруг оси, сводится к центростремительному ускорению минус омега квадрат от R умножить на R. Таким образом, фактически, мы имеем векторное уравнение, такое, как минус градиент P поделить на ρ плюс G, равняется минус омега квадрат R. R – это, значит, радиус, радиус-вектор. Возьмем проекции этого уравнения на R и на Z. Ну, на R для начала. Значит, R у нас в горизонтальной плоскости, поэтому G никакой проекции не имеет, зато имеет проекцию, градиент давления может иметь, значит, минус ДППДР умножить на 1 на ρ равняется минус омега квадрат R. Скалярное уравнение, значит, по радиусу. Компоненты этого уравнения по радиусу. Компоненты этого же уравнения по Z такая, значит, минус единица на ρ ДППДЗ минус G равняется нулю, ну, потому что тут R не имеет никакой из этого компонента. Значит, берем несжимаемую жидкость, в которой ρ константа. Вот это поле скоростей, которое дает такое вращение, оно точно не сжимаемое, поэтому нам можно не беспокоиться о, значит, выполнении условия ρ константа. Значит, отсюда будет следовать, что, ну, я могу умножить на ρ и проинтегрировать. То есть получится, что P равняется ρ интеграл от А до R в омега квадрат R' dR' плюс какая-то константа, ну, допишем, C1, которая может зависеть от Z, вообще говоря. Второе уравнение точно так же можно проинтегрировать. Получится P равное минус ρ GZ плюс C2, которое, вообще говоря, может зависеть от радиуса. Значит, сравнивая эти два выражения, мы получаем, что C1 просто равно вот этому, а C2 равно вот этому. ну, и плюс еще какая-то константа, которая не зависит ни от Z, ни от чего. Получаем уравнение для давления. P равняется минус ρ GZ плюс ρ интеграл от А до R омега квадрат R' dR' плюс константа. так теперь давление-то мы нашли, а на рисунке видно, что будет какая-то форма поверхности. Давление – это вещь такое где-то там в глубине, а то, что мы видим, это как раз форма поверхности. давайте будем описывать эту форму поверхности в виде функции глубины h от R. Попробуем найти выражение для этой глубины. чтобы это сделать, надо написать граничные условия, потому что здесь вот есть какая-то А, которая произвольная, вот эта константа произвольная. Значит, что такое свободная поверхность? это значит P от H равняется P0, и это атмосферное давление. да, а надо сказать, что вот это вот уравнение верно только внутри жидкости. то есть если здесь есть вот такое вот голое дно, то здесь, конечно, мы уравнение не должны применять. То есть только вот здесь. Ну вот, значит, вот на этой поверхности давление равно P0. Вот это есть граничное условие. Ну, соответственно, пишем. P0 равняется минус ρgh плюс ρ интеграл от A до R до H, прошу прощения, омега квадрат R штрих до R штрих плюс эта самая константа. Значит, тут есть две константы, которые играют одну и ту же роль. Вот эта константа и вот эта вот буква A, значит, на самом деле ничего нового не дают. А, да, прошу прощения, это я не виноват. Да, R, конечно. Да, R. Спасибо. Значит, если я меняю A, одновременно меняю эту константу, то, значит, ничего в этом уравнении не меняется. Да, можно их менять таким образом, чтобы ничего не менялось. Поэтому нужно выбрать их каким-то, с помощью какого-то дополнительного правила выбора. Например, чтобы, скажем, при отсутствии вращения H было равно H0. Сейчас, это, наверное, лучше так не надо. Сейчас я скажу как. Ну вот, например, таким образом можно сделать, чтобы H от A равнялось H0. Нормировать. На самом деле, все очень сильно зависит от того, как реально поставлена эта задача. Вот, например, если это океан, то на бесконечности там можно считать, что уровень океана задан. И тогда вот этот вот A – бесконечность, а H0 – это уровень океана. Тогда это вот хорошая, так сказать, постановка. А может быть, по-другому. Может быть, это стакан, в котором было налито какое-то количество жидкости, а потом мы его, так сказать, закрутили. Там образовалась вот такая вот ситуация. И постоянным будет количество жидкости в этом стакане. И тогда надо будет искать эти константы, исходя как раз из сохранения количества жидкости в стакане. Ну, мы давайте вот по-простому сделаем. Возьмем, как в океане. Вот, тогда получится вот что. Значит, берем эту формулу при R равном A. Там вот эта величина пропадает. Остается P0 равняется минус ρgh0 плюс константа. Отсюда сразу следует, что эта константа равняется P0 плюс ρgh0. Значит, подставляем, соответственно, вот сюда. И P0 у нас сокращается. Получаем вот что. ρgh0 равняется ρ, тиграл от A до R, омега квадрат R' dR'. Ну, естественно, от атмосферного давления ничего не зависит, да? Это получилось правильно. Соответственно, вот это есть формула, которая описывает, как H зависит от R. Оно равняется H0 плюс 1 поделить на G, интеграл от A до R, омега квадрат R' dR'. Значит, это форма вот этой вот кривой. Значит, как видно из этой формулы, никто нас не заставляет делать дырку вплоть до дна. Да, если у нас скорость омега квадрата, если вот эта вот интегрируемая функция, ну, то вполне может быть, что она является конечной даже при R равном нулю. То есть, вот H от нуля будет равняться, только вот смотрите, у меня совершенно очевидно, что-то не то со знаком. Сейчас я соображу, что. Ну, ладно, в общем. А, нет, все правильно со знаком, да? Плюс 1 на G, интеграл от A до 0, омега квадрат R' dR'. Вот в океане, если A это бесконечность, то это вот отрицательная штука, да? Поэтому H от нуля получается минимальное значение. Потому что эта величина большая, значит, дальше нуля по радиусу мы не пройдем. Вот, значит, это минимальное значение. Если этот интеграл по модулю меньше, чем H0, то тогда у нас форма до дна не достает, воронка до дна не достает. Однако, вот, если распределение скорости такое, как в тонком вихре, напомню, что в тонком вихре у нас, значит, скорость вращения была гамма поделить на 2πR' Гамма на 2πR, это была скорость Vf, да? Если поделить на R, то это будет угловая скорость вращения, да? Значит, подставляем вот сюда, получаем H от R для тонкого вихря. Гамма будет равняться H0 плюс единица на G, интеграл от A до R. Гамма в квадрате на 4π квадрат R' в четвертой степени. R' DR', видно, что это DR' поделить на R' в кубе. То есть это не интегрируемая при R стремящемся к нулю величина. Поэтому, значит, вот такая вот воронка достает до дна всегда. То есть если это тонкий вихрь, то он всегда достает до дна. Значит, на основе вот этой модели можно понять, как решается известная задача парадоксальная о том, как чаинки собираются в центре стакана с чаем. Значит, вот если мы берем стакан с чаем, мешаем его ложечкой, то форма поверхности в этом стакане, вот она какая-то такая становится. Значит, жидкость вращается, а на дне лежат чаинки или там кусочки, маленькие крупинки сахара и лежат они на дне, потому что они тяжелее, чем вода. Значит, если жидкость вращается, то на них они вращаются вместе с жидкостью, и на них действует центробежная сила, точно так же, как на жидкость. Но из-за того, что они тяжелее, они должны сваливаться куда? Вот сюда, да? То есть, казалось бы, все должно вот здесь собраться, все чаинки, крупинки сахара и так далее. А нет, все собирается в центре. Значит, вот такой имеется парадокс, который имеет большое количество объяснений, но правильное из них только одно. Заключается оно в следующем. Ну, это вот такая точно задача, как здесь. Значит, жидкость вращается. Здесь имеются стенки стакана. Но вот от этой задачи, идеализированной, отличается жидкость в стакане тем, что это реальная жидкость в реальном стакане. И поэтому точно так же, как скорость ветра вблизи поверхности земли была равна нулю, вот здесь скорость вращения приблизительно ноль, то есть вблизи дна. А вот здесь не ноль. То есть верхняя часть жидкости в стакане действительно вращается, а придонный слой стоит на месте. Ну, приблизительно. К чему это приводит? К тому, что в этой жидкости... Значит, из-за чего у нее вот такая вот форма поверхности? Из-за того, что есть центробежная сила и сила тяжести, да? Центробежная сила жидкости отбрасывает сюда, сила тяжести вниз, а поверхность, значит, устанавливается таким образом, чтобы, значит, вот здесь давление было равно атмосферному, да? То есть вот это есть линия постоянного давления. А внизу жидкость не вращается. Значит, центробежная сила никуда никого не отбрасывает, и линия постоянного давления параллельна полу. Получается что? Что жидкости выгодно организовать вот такое вот конвективное движение. То есть мало того, что она крутится, еще начинается конвекция в стакане с чаем. Почему? Ну, потому что вот, смотрите, жидкость вот здесь проваливается под действием центробежной силы. вот сюда переходит, да? Потому что тут действует центробежная сила. Значит, здесь действует сила тяжести, она падает на дно. Здесь центробежной силы нет, поэтому, значит, она свободно перетекает сюда, снова, значит, срабатывает сила центробежная и так далее. То есть работа всех сил по замкнутому контуру не равна нулю окажется. Как раз именно из-за того, что здесь она не вращается. Ну и на самом деле вблизи стенки она тоже практически не вращается. Но это несущественно, важно, что вдоль дна не вращается. Ну вот, значит, вот такая конвекция приводит к тому, что вблизи дна есть течение к центру. Вот оно-то, это течение, и увлекает все чаинки и песчинки, и собирает их в центре в виде холмика. Такая вот интересная система, в которой один вихрь погружен в другой, да? То есть вот есть вихрь с вертикальной осью, а есть еще один вихрь, вот такой, да, охватывающий вот эту ось. Так, значит, примыкает к задаче стакане с чаем, задача совершенно других масштабов, а именно задача о циклонах, грозовых тучах и атмосферных явлениях. Значит, циклонический вихрь похож отчасти на то, что происходит в стакане с водой, потому что земная атмосфера тоже представляет собой некоторый слой практически несжимаемого газа. Значит, несжимаемый он, потому что скорость течения много меньше скорости звука в этом газе. Вот, значит, над поверхностью Земли есть некоторая равновесная высота, которая высота атмосферы дается формулой РТ поделить на Мюже, но фактически высота атмосферы зависит только от ее температуры. Барометрическая формула дает такую зависимость. И вот в этом слое атмосферном тоже могут возникать какие-то вихри с такой же вертикально направленной осью. Это, конечно, не означает, что только вертикальное направление оси возможно, да? Но мы увидим, что очень похоже на то, что вот в стакане с чаем происходит. То есть есть некоторая вертикальная ось всей системы штормовой. Значит, если это шторм относительно маленького радиуса, то, значит, центробежная сила доминирует. В центре образуется воронка, так сказать, глаз урагана. В эту воронку сверху затекает холодный воздух. Опускается вниз. То есть, опять же, видим, вот есть основной вихрь, да, который вот вращается и создает вот эту вот центробежную силу, да? И, соответственно, меняет форму поверхности. А есть вторичные вихри, которые возникают из-за конвективного движения. Значит, если это большая штормовая система, то там обычно таких вихрей много. Дело в том, что вот эта вот высота атмосферы – это примерно 8 километров для Земли. А размер штормовой системы, ну, это, так сказать, ну, сотни километров. Так, вот это у меня не в правильную сторону вращается, вот так встроено, да? То есть, их там несколько вот таких вихрей нанизанных. Вот здесь он один был в стакане, да? А здесь несколько. То есть, вихревые линии вот такие вот устроены. Сверху тучки. Здесь воздух снизу идет вверх. Почему он идет вверх? Потому что, чтобы попасть вот в эту зону конвективного подъема, он, как правило, идет вдоль теплой поверхности моря. То есть, вот он сюда опустился. Здесь нагрелся, насытился влагой, стал легким, пошел вверх. Вот. А здесь, значит, остыл, пошел дождь. И все это вместе с водой рухнуло обратно. Ну, и в эту сторону точно так же, значит, здесь тоже есть область дождя. Вот такая вот штормовая система является самоподдерживающейся. То есть, энергия, она за счет тепловой конвекции берется, поддерживается вот эта штука. Ну, и все в целом начинает вращаться, как вот здесь нарисовано. Вот. Но это так просто, относительно просто, устроены атмосферные вихри на малых размерах. Да? Это если радиус много меньше, чем радиус Земли. Или там еще один есть характерный размер, который называется радиусом Росби. Значит, вот много меньше, чем характерный радиус Земли. Почему? Потому что, если мы начнем рисовать вот такие вот конвективные ячейки на реальной вращающейся Земле, то окажется, что вот эти вот взад-вперед перетекающее вещество испытывает воздействие силы кориолиса. Да? Вот. Вся эта картина, она нарисована для инерциальной системы отсчета. Да? Ну, вот этот стакан у нас тоже стоял на столе, который мы считаем инерциальной системой отсчета. Но, на самом-то деле, этот стакан вместе со столом вращается, так сказать, вокруг оси Земли. Правильно? Почему мы можем считать, что он инерциальная система отсчета? Потому что, значит, скорость вращения в стакане много больше, чем, так сказать, за сутки он там много раз обернулся. И размер этого стакана тоже достаточно маленький по сравнению с размером Земли. Поэтому всякими силами кориолиса можно пренебречь. А вот для циклонов-антициклонов, то есть для таких вот атмосферных вихрей большого реально размера в тысячи километров, конечно, пренебречь силой кориолиса нельзя. Поэтому, значит, следующий раздел, это называется волны и вихри Росби. Значит, да. В смысле, вот это вот, но он почти что до поверхности доходит. Совсем не доходит, конечно, потому что тут вблизи поверхности Земли там вязкость не дает ветру дуть. Да, ну, до какого-то там. Так. Снова напишем уравнение движения идеальной жидкости. ДВПДТ равняется минус градиент П на Ро плюс G. Но теперь наша задача будет состоять в следующем. что вот имеется Земля, вращающаяся с угловой скоростью омега-ноль. Значит, вращается она таким образом, чтобы, значит, западная Европа солнцем освещалась позже, чем это самое, чем японские острова. То есть если это северный полюс, то Земля вращается вот так. Вот. Где-то здесь есть экватор. И нам надо перейти в систему отсчета, связанную с поверхностью Земли. Вот это вот уравнение для инерциальной неподвижной системы отсчета, ну, или движущейся с постоянной скоростью. А эта система отсчета вращается, да, она не только движется относительно неподвижной, но еще и, так сказать, вращающейся с каким-то радиусом. Вот этот вот пусть будет радиус r до текущей точки. Значит, мы должны связать абсолютную скорость, вот которая тут написана в этом уравнении, скорость относительную поверхности Земли, и, естественно, здесь я должен добавить скорость, собственно, вращения, да, скорость той точки, относительно которой я вот эту скорость записываю, вот этой вот. Значит, d по dt от v абсолютная должна равняться d по dt от v относительная, плюс омега, которая константа, на dR по dt. Значит, это dR по dt. Чем объясняется? Значит, этот шарик вращается, а мы все время находимся в одной и той же точке этого шарика. Да? Значит, r с течением времени меняется. То есть r – это мгновенное направление на нашу точку, да? А с течением времени она изменится. Каким образом? Ну, значит, это как раз и будет та самая абсолютная скорость. Правильно? Так, теперь мы должны вот на это dp dt посмотреть еще дополнительно. Значит, что это такое? Вот это вот абсолютное ускорение, да? А это ускорение, ну, изменение относительной скорости, полное изменение относительной скорости со временем. Если я посмотрю, вот у меня какая-то вращающая система отсчета, вот отсюда, вот сюда у меня переместилась. В каком случае я скажу, что относительная скорость одна и та же? Ну, вот если у меня под одним и тем же углом все направлено, да? То есть вот это и вот это должно мне дать во вращающей системе отсчета dp dt равное нулю, да? То есть сохранение относительной скорости во вращающей системе отсчета. То есть вот это вот относительное, да? То есть такое изменение относительной скорости, которое я посчитаю нулевым, если они одинаковые по размеру и направлены в одну сторону. А вот это вот dp dt, которое тут написано, да, относится вот к такому переносу. То есть если я вот эту вот относительную скорость вот сюда нарисую в ту же сторону и в таком же направлении, да, то тогда вот это будет равно нулю. Это означает, что dp dt вот этого v относительное, dp dt то, которое мне нужно, да, вот которое дает ноль. Так вот здесь вот омега ноль надо нарисовать. Значит, там появляется вот такой вот кусочек. Но это все, собственно, вы проходили, поэтому я особо подробно не буду переписывать. Но тем не менее, значит, если вот этими формулами воспользоваться, да, вот взять вот это v абсолютное, подставить сюда, значит, и переписать вот это вот сюда, а вот это вот сюда. То получится вот что. Значит, dp dt штрихованное, но вот это v относительное, плюс 2 омега ноль на v. Это кориолюсовое ускорение. Значит, 2, потому что вот здесь вот будет один омега ноль на v, на v относительное, да. А здесь вот будет второй такой же. Вот здесь раз, вот здесь два. Ну и еще один кусочек будет омега ноль на омега ноль на r, вот отсюда, да. Ну и еще один кусочек будет омега ноль. Вот он, сотру. Вот этот штрих тоже сотру и буду говорить, что это вот, значит, производная в нашей неинерциальной системе связанной, ну вот, как бы лабораторной, при том, что лаборатория вращается вместе с землей. Да. Вот это вот, значит, кориолюс. Это центробежное ускорение. Ну а это то, что и было. Значит, получится уравнение такое. ДВ по ДТ плюс 2 омега ноль на v равняется минус градиент p на ρ плюс g со звездой. Где g со звездой. Это g. Значит, здесь. Значит, ну вот это можно переписать как по формуле батс минус цап, как омега ноль на омега ноль умножить на r минус цап, да, минус r на омега ноль квадрат. Или иначе говоря, это все равно, что минус омега ноль в квадрате умножить на r перпендикулярное. То есть это перпендикулярная компонента радиуса вектора к той точке. Ну, значит, вот это вот r перпендикулярное будет, да, перпендикулярное к оси вращения расстояния. И вот этот кусочек я в g спрячу, в g со звездой. То есть здесь будет еще омега ноль в квадрате на r перпендикулярное. Ну, как вы знаете, центробежная часть ускорения свободного падения очень маленькая. То есть это какая-то небольшая поправка. Вот. Она, конечно, такого же сравнимого масштаба с силой кориолиса, может быть, да. Вот. Но по сравнению с g эта поправка маленькая. Так, следующее действие, которое я сделаю, я введу локальную систему отсчета. Вот здесь я могу нарисовать x, y и z, да, в этой аудитории. Значит, и буду, расположу их таким образом. Значит, вот эта вот ось. Вот эта точка, в которой я локальную систему отсчета создаю. Значит, x у меня будет по меридиану. и z будет по высоте, да. Значит, x по меридиану, e y по широте. Ну и, значит, первое, что мы успеем, единственное, что мы успеем еще сегодня сделать, это написать условия квазиравновесия. Значит, геострофическое равновесие. Значит, это приближение специально предназначено для атмосферных вихрей очень большого размера. Значит, такое, что угловая частота вращения этих вихрей много меньше омега-ноль. Ну, действительно, вот всякие там циклоны, антициклоны. У них, конечно, ветер, значит, за время, ну, за сутки не успевает обижать вокруг, значит, всего вихря. То есть это вот такое вот приближение, ну, то есть для очень больших вихрей. Если это так, то тогда вот этой инерционной частью dv по dt в этом уравнении вообще можно пренебречь. Тогда 2 омега-ноль на v, значит, равняется минус крат p на ρ плюс g. Второе, что мы сделаем. Мы скажем, что v равняется ez на градиент ψ. То есть что это типичный вихрь без вот этой дополнительной конвекции, а которая описывается просто таким вот вращением. Пси – это скорость, функция скорости, значит, v – это скорость, а ez – это вертикальное направление, да, то есть это двумерный вихрь, двумерное течение, несжимаемое течение. Ну, если так, то v имеет компоненты. vx будет иметь компоненту dps pdy минус, а zv будет иметь компоненту 0. Тогда омега-ноль на v будет иметь следующие компоненты в проекции на y, да, вот меня интересует, будет интересовать y-ковая компонента в омега-ноль на v. Значит, v имеет x и y-компоненты. Значит, y-ковая компонента здесь не сыграет никакой роли, правильно? Потому что мне нужна y-ковая компонента векторного произведения. Значит, x-товая сразу отпадает, ой, прошу прощения, y-ковая отпадает. Значит, от омега-ноль может быть только z-товая компонента. Значит, получается, что это омега-ноль еz умножить на vx на еx. Значит, это омега-ноль, vx это минус dps pdy, а еz на еx это еy. Соответственно, y-ковая компонента вот этого вот уравнения будет выглядеть так. минус омега-ноль на dps pdy равняется минус единица на ρ dp pdy плюс ноль. Почему ноль? Потому что вот это g со звездочкой, значит, g просто имеет только z-товую компоненту, а центробежная сила имеет только, может быть, x-овую, да, и z-товую. Поэтому g точно не имеет y-ковые компоненты широтные, да, из-за симметрии. Но отсюда следует, что я могу эту вещь проинтегрировать по y. Ну и получается, что p равняется омега-ноль, p поделить на ρ, прошу прощения, равняется омега-ноль ψ плюс константа, которая может зависеть от x. Если поделить это все еще и на g, значит, p поделить на ρ, то g обзовем буквой h, высота атмосферы как раз получится. Получаем, что h равняется омега-ноль на g и на ψ плюс h-ноль, которая может зависеть от x. h-ноль от x – это равновесная, то есть без вращения, без вихрей. Глубина атмосферы – это высота атмосферы при наличии, значит, циклона или антициклона, а ψ – это функция скорости как раз вот этого вот большого вихря. И вся эта формула называется формулой геострофического равновесия. То есть это не совсем равновесие, потому что течение все-таки есть, но это медленное течение по сравнению с вращением Земли. И если оно и такое, то, значит, оказывается, что глубина атмосферы, которая как бы проминается из-за того, что там есть центробежная сила, связана вот с этим. Но вот я сейчас сказал, что из-за того, что там есть центробежная сила, а центробежную силу-то мы выкинули. Вот здесь ее нет. Вот вся центробежная сила, вот она тут. Зато есть сила Кориолиса. Значит, как так получилось? Что сила Кориолиса влияет… То есть вот это вот уравнение и геострофическое равновесие, оно описывает не центробежную силу, а только силу Кориолиса. Влияние силы Кориолиса на глубину атмосферы, ну или на локальное давление. Вот если мы сидим в данном месте, то, что показывает барометр, его показания связаны как раз вот с этим H, потому что это вот то самое P, которое здесь есть написано. Значит, как так получилось? Был уже звонок или еще не был? Ну тогда я вас должен отпустить до следующего раза.